Здравствуйте! В этот раз об охладителе дыма для коптильни. В одном из своих видео с ссылкой вверху экрана, я уже говорил об охладителе, установленном в моей коптильне, о его назначении и функционировании. В этот раз о конструкции и монтаже. Далее представлю вашему вниманию конструкцию альтернативного охладителя. Рассмотрим вероятную проблему, связанную с применением этих и подобных им охладителей, и возможные решения. В завершение продемонстрирую готовый охладитель, его установку и подключение. Проведем испытание. Итак, охладитель установленный в моей коптильне. Это две вертикальные трубы малого диаметра, входная и выходная. Соединенные внизу отрезком трубы большего диаметра с закрытыми торцами. В нижней части этой трубы вырез по всей длине шириной 40-50 мм. Охладитель установлен в шахту глубиной около 1000 мм. На дно шахты под охладитель насыпано 200-250 мм щепня. Это дренажный колодец. После установки охладителя шахта засыпана грунтом. Конденсат, образующийся вследствие охлаждения дыма, по внутренней поверхности охладителя стекает через вырез в нижней части горизонтальной трубы большего диаметра в дренажный колодец. Из дренажного колодца, благодаря капиллярной структуре грунта, всасывается в грунт. Таким образом утилизируется. Мой охладитель эффективно функционирует второй сезон. Предлагаю вашему вниманию альтернативную конструкцию охладителя. Вертикально расположенная труба большего диаметра, закрытая сверху. В верхней заглушке два отверстия. В одно отверстие вварен входной патрубок. В патрубок вварена часть полудюймового сгона с резьбой. Во второе отверстие вставлено и обварена выходная труба, также оконцованная частью полудюймового сгона. В трубе большего диаметра по ее длине просверлен ряд отверстий диаметром 12 мм. Через эти отверстия труба меньшего диаметра приварена к трубе большего диаметра. Таким образом получилось что-то вроде заклепок. Эти заклепки нужны не только и даже не столько для крепления, сколько для создания мостов холода. То есть для отведения тепла от тонкой трубы на поверхность трубы большего диаметра. В дыме проходящем через входной патрубок из трубы меньшего диаметра в трубу большего диаметра возникает турбулентность. Кроме того, в камере охлаждения возникают конвекционные потоки, горячий дым поднимается вверх, охлаждаясь, стекает по стенкам вниз. При этом отдает стенкам все больше тепла и все больше охлаждается, вытесняя более теплые массы дыма в верхнюю зону. При этом происходит забор уже достаточно охлажденного дыма из нижней зоны посредством выходной трубы в магистраль. Данный охладитель, назовем его вертикальный, также монтируется в вертикальной шахте в грунте, на дне которой щепень, то есть дренажный колодец. О преимуществах такого охладителя. Площадь поверхности вертикального охладителя больше площади моего, то есть вертикальный охладитель за единицу времени отдаст больше тепла в грунт, чем установленный в моей коптильне. Объем вертикального охладителя вдвое больше объема установленного в коптильне, значит при одинаковой интенсивности потока единица объема дыма через вертикальный охладитель пройдет за время вдвое большее, чем через установленный в моей коптильне, а значит отдаст больше тепла охладителю. Перемешивание дыма за счет турбулентности и конвекционных потоков в вертикальном охладителе не хуже, чем в моем. И, наконец, демонтаж вертикального охладителя проще, чем установленного в моей коптильне. Для того, чтобы извлечь из земли охладитель, установленный в моей коптильне, придется вынуть всю землю над нижним горизонтальным отрезком трубы большего диаметра. Для того, чтобы извлечь вертикальный, достаточно расшатать его в земле, проливая водой образовавшиеся зазоры между охладителем и грунтом, и вытащить его, возможно с помощью рычага. А извлекать рано или поздно придется, это связано с общим недостатком этих и подобных им охладителей. Дело вот в чем. Если бы конденсат был дистиллятор, никаких проблем. Но конденсат на этом этапе – водно-угольная суспензия, черная жижа, содержащая угольную пыль и залог. В процессе отведения конденсата в грунт, частицы угля будут накапливаться, перекрывать капилляры, и в конце концов конденсат прекратит впитываться в грунт. Произойдет заиливание дренажного колодца. Конденсат начнет накапливаться. Его уровень подымется, и рано или поздно конденсат перекроет канал движения дыма. Коптильня перестанет работать. Когда это произойдет, через год, через два или через пять – не знаю. Возможно, при интенсивной эксплуатации, при промышленном непрерывном копчении в течение одного сезона. Проблема не критична, вполне решаема. Но это хлопотно. При возникновении проблемы в случае с вертикальным охладителем, можно перенести его на другое место. Перенести горизонтальный охладитель будет сложнее. Можно увеличить срок функционирования охладителей, увеличив дренажные колодцы. Но это дополнительные земляные работы, и проблему в полной мере не решает. Я предлагаю решать вопрос в комплексе. Прежде всего, применить вертикальный охладитель. Между дымогенератором и охладителем установить дополнительные модули предварительного охлаждения, дренажную емкость, обычную стеклянную консервную банку с резьбовой крышкой. Благо, модульная конструкция коптильни позволяет производить оперативные изменения конфигурации системы. На этапе предварительного охлаждения пройдет образование конденсата, который будет собираться в банке. При этом охлаждения по воздуху будет недостаточным, очистка недостаточной, а об этом я говорил в одном из своих видео, ссылка вверху экрана. Но значительная часть конденсата уже не попадет в основной охладитель. Конденсат на этом этапе содержит более крупные фракции угля и сажи. Предварительный сбор конденсата продлит срок функционирования основного охладителя в разы, может в десятки раз, а возможно демонтаж и перенос основного охладителя никогда и не потребуется. В любом случае, альтернативы охлаждению дыма в земле нет. Предложенные в этом видео меры предотвращения проблемы считаю достаточны. Если кому-то кажется, что это сложно и заниматься этим он не собирается, убедительно советую отказаться от затеи с коптильней вообще и от копченостей, как продукта питания в частности. Ой, не то. И в завершение прошу в мой сад. Шахту для установки охладителя пробил ручным буром, это быстрее, чем лопатой, и выемка грунта в разы меньше. Пока бью шахту под установку охладителя, напомню, не забудьте подписаться, посмотрите другие мои видео, может быть найдете что-нибудь интересное или даже полезное. Ставьте лайки, дизлайки, комментируйте, не оставайтесь безразличными. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Устанавливать еще одну коптильню не планирую. Сейчас только демонстрация и испытания. А вообще шахта должна быть глубже. Чем глубже, тем лучше. На дно засыпается щебень до уровня монтажа охладителя. Устанавливается охладитель. К нему подключается дымогенератор, чтобы не ошибиться по высоте. В зазор между охладителем и стенками шахты, не торопясь небольшими порциями, засыпается грунт и проливается водой для уплотнения. И так до заполнения шахты. Продолжение следует... Подключаю предварительный охладитель. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... На выходе основного охладителя устанавливаю модуль эжекции. Включаю модуль эжекции. Поджигаю щепу. Процесс дымообразования пошел. На модуле эжекции напряжение 12 вольт. При таком напряжении, без разбавления дыма воздухом, тяга и следовательно образование конденсата максимальная. Щепы в дымогенераторе оказалось мало. Остатки после копчения. Хватило на полчаса интенсивного тления. Затем еще полчаса щепа догорала. На момент остановки испытаний в банке дыма совсем мало. Но даже при этом ее температура достигла болевого порога. То есть около 50 градусов. Это еще раз подтверждает мое утверждение, что охлаждение дыма по воздуху неэффективно. В банке конденсат. Его немного. Но это за час работы дымогенератора. А сколько его будет, скажем, за 24 часа работы? Вывод. Предварительный охладитель выполняет свою функцию. Образовавшийся конденсат уже не попадет в основной охладитель.